Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Гнатенко, глядите в этом выпуске. Студенты региона приняли в делу сустречу поколению в ученых. З якими метами и чаканними яны идуть в навуку, подекавился Олег Синцеров. Представники правоохолных ведомств и субъектов профилактики прокомментировали чутки об небезпечном хобби подлетков бяжи або помры. Теп грунтована тревога батьков высветлял Александр Гамоля. Какими сучасными технологиями володают гомельские стоматологи? Хто може користаться льготами на их послуги? И нарешті ці контролюються цены у приватных клиніках? Гэтае пытанні Ганна Кавалёва задала галоному позаштатному стоматологу в області. Актичный циклон Эрика принес у Гомельскую в область моцные морозы. Як же хары регіона їх перанеслі і калі чакать вясну? Даведалася Настасья Кучинская. І більш падрабязна об гэтым і не толькі. Профсоюзному актыву Гомельской в області на гэтым тыдні працтаўлены новы керавнік обласного аб'яднання профсоюзов. Самую масавую громадскую організацію регіона узначаліў Алексейня Вераў, які до гэтага працаваў керавніком адміністрацій Новобелецкага района Гомеля. На гэтаю пасаду Алексейня Вераў был назначаны 31-го студеня. Пачас сходу обласного профсоюзного актыву яму уручана адповедная пасвечанні. Пасловах нового керавніка обласной організація, ягу галунае задача на новай пасадзе – абарона правоупрацуючых. Зараз перад профсоюзными організаціями Беларусі стоять непростые задачы. Неабходна завершыць пачатую ў минулым годзе работу па аптымізаціі організаційной структуры, што павінна прывести до скорачэння колькасті галіновых камітэтаў. Больше уваги сё лето планується надать работе с коллектывными пагадненнями, галуным документам, які закликаны оборонять правы працуючых. Проведение той политики, которая, в принципе, в нашем государстве и существует. Исполнительные власті профсоюза не должны быть в какой-то конфронтації, мы должны идти в единого направлении. Это самое главное. И тогда, в принципе, мы достигнем того, что мы для себя какие-то задачи ставим и будем иметь успех во всех направлениях. Беларускі банкі выдаюць льготныя будавнічая кредыты для тых, хто мае патрыбу у поляпшэні жылёвых умов. У будущем их могут заменить коммерцинами с далейшей адресной дзержпатрымкой. Усе подробності у экономичным аглядзе. Так само у выпуску гроши грамадзян на набытьёй будавніства жилля планують вызволить от декларования и податковых претензий. А как допомагать будущим покупникам с выбором, у Гомелі створен один центр продажу «Кватер». И на приканцы программы цены на продукты. Глядзите программу сёння после выпуска новинов тыдня на телеканале «Беларусь4Гомель». Студэнты высшэйшых навучальных установ у Гомельской області на гэтым тыдні прынялі у дзелу сустрэчы пакалэніў вучоных. Менавіта такую назву отрымала сумесная иніціатыва Национальной акадэміі навук і Республіканскага грамадзкага обяднання «Беларусь». Навожта істі у навуку і чым сёння займаюцца беларускія вучоная, патікавівся Олег Синцерову. У Республіканскага грамадзкага обяднання «Беларусь» кажуть, што Национальна акадэмі навук супрасовнічуў ўжо някакі гадоў і за гэтый час реалізавалі шмат сумесных ініціатыв. Аді ідея запросіць ў Минск студэнтів, які маюць схильність до навуковой праце, принципово новая і визначаюцца сваёй масштабністю. У дзеннікі сустрэчы пакалэніў вучоных, гэта божак 400 чалавек, прачым не толькі членів громадзкага обяднання. Большинство нечленів нашей Беларусі. Мы просто работаем с молодзёжю, показываем, може быть, в рамках гражданского обществу, как надо работать общественным обядзінням, які цели ставить і на что надо работать. За пошні п'ять годів колькість молодых учёных у Национальній акадэмі навук паэлічалася з 18 до 25 процентів. Беларусь невелікая по померах країна, але яна мая значна інтелектуальна потенціал. Головне не сгубіць його яще у самам початку, не всі з тих, хто у вишайших научайних установах займається науковой роботой, обов'язково повинно стати в учёными, але не сакрыт і тое, що до випускних курсів інтарес ўшматкаго до гэтай дзейності елементарно страчується. Приход в науку – це достатньо тонкий творческий процес. Почему? Потому що, щоб займатися наукой, надо, во-первых, иметь определённі способности і склонності к этому. Второе, безусловно, очень важна личність научного руководителя, которого ты встречи на своїм жызненому пути. Історії відомае випадки, коли молоді навуковці робіля відкриття сусвітних узровнів і у 20-ти годовому взросці. Але сучасних студентів такого не чекаюць. Головне, каб було жадання займатися нечим новым. Студентка Белорусського державного університету транспорту Катярина Фетченка у своїй дипломной роботі об'єднала дві сфери – чагунку і туризм. Увыніку трамався готель на колах. Туристы, які будуть приїжджати к нам із інших країн, у них буде можливість, не знімає жилье отдельно, не переплачував в ресторанах, кафе за питання, проживати, питатися, переміщатися в одному поїзді. Головне мета – зустрічі покоління в ученых, ознайомити студентів, які мають скільність до наукової діяльності з досягненнями белорусської науки і допомогти визначатися у виборі будучі професії. В Национальній академії наук у Воголі надається шмат уваги роботи з молодими учеными от діяльності гуртков школьних дослідчиків до проведення міжнародних молодежних форумів. Зараз тут починається реалізація ящодного проєкта «В ученый под ключ». Здольних молодих людей почнуть выявлятися ще у школах і потім оказывати їм зодінячання у професійному рості. Академія наук може прийняти в магістратуру, в аспирантуру, определити научне руководство, лабораторію, помочи провести эксперименти, опыти, помочи підготовити научну роботу до захисту, сопровождення і в последуючі трудоустройства. Тобто учені під ключ. Академики і члени-корспондент Академії наук зустрічі з ведучими обученими Беларусі для студентів унікальна макчимість доведеться досягненнях і перспективах розвиття айчинної науки. По гетій же причині для студентів організували наведування ведучих навукових установ Национальної академії. Біотехнології для сільської господарки, медицины, спорту і у сфері аховы новокольного сяродзі Беларуській генетикі сьогодні проводять дослідування по широким спектрам питаньів, причин з орієнтациєю на їх практичне укоронення. Удейникам зустрічі покоління в ученых розказують об опошніх распорцовках і підкреслюються, і вони вже виротували шмат життів. Саме актуальне в настоящее время це геномна технологія, яка виявляє риск невынашивання беременності. К нам обращається дуже багато жін, які мають проблеми привычних викидышей. І ми ісследуємо їх геном в настоящее время по 12 генам. Всього за годи существування центра к нам обратилось свыше трьох тисячі жінчин. У Респубиканському громадському об'єднанні Беларусь заповнювись, зустрічі покоління в ученых робота з перспективними для науки молодими людьми не завершиться. Наступним кроком стануть наведування студентами наукових установ, які знаходяться у обласних центрах. Олег Сентюров, Ігор Мариченко, Телерадио компанії «Гомель» з Минска. Процтавники правоохоронних ведомств і суб'єктів профілактики прокомменціровали чутки об небезпечным хобі подлетків. Бяжи або помрым, так называється інтернет-гульня, інформацію про якую розповсюджують у соціяльних сетках корыстальники з метай максимального репосту. Сутнасть забавы заключається у виконанні семяротних задання інтернет-модераторів, які часті за усе заклікають подлетків зробіць екстремальне селфі або перебегче дорогу ауто. Новіна про подобність семяротне забавы подлетків уже провела у жах батьків. Наші корреспонденти поспробували разобратися, що гэта. Група самогубців, черговый фейк за цінням чорного піяру, ці саправдная погроза. Тот факт, що така гульня уже існує у інтернет-просторі Білорусі, паку не підтверджають ні правооховне ведомстві, ні суб'єкты профілактики. Однак у інтернеті батькі уже забіли трывогу. Справа у тим, що долучившись до такої групи, подлетки оказываються у литеральному сенсі слова «на волоску от смерти». Спочатку модератори паблика у шляхом активной пераписки узденішують на світопогляд дятсей, а потім промушають їх ризиковать життям. Перебегши дорогу перед транспортом самая популярна з небезпешних задань. Наверное, не попадають под влияние этих груп не тільки потому, що вони имеють якісь проблеми, але також потому, що діти, по сути, достаточно внушаємі. І в результаті вони можуть приймати чужоє мнення, мнення, допустим, з інтернет-сайтов, як практично безапелляціонне, яке необхідно принять для своєго дісту. Страх наводить велика колькость відеоконтактів і на ютюбі. Спочатку такі небезпешні гуни з'явились у Росії. Затым інформаційний укид відбувся у Казахстані. Об дадіних групах там заговорили усім особи СМІ. А зараз чутками повніться і Беларусь. С нашої сторони буде підтримати ряд каких-то мер. В першу чергу це профілактично, роз'яснення. Тому що мнення людей розділилося. Некоторі говорять о тому, що не треба застріяти внімання, тому що це буде примером для подростків. Але ми считаємо, що цю роботу треба провести середі родителів, щоб вони були внимательні, щоб вони були аккуратні. І, якщо вони довіряють своїм дітям, провести с ними просто таку профілактичку беседу. Інтернет гульня, біжі, або памрі – не одзіна небезпечна пастка. Єсь і інші. Модератори таких груп задаються метай раскрутить паблик, набрати максимальну кількость підписчиків і реалізувати з усім іншої ідеї. При цьому сродці досягнення мети немає значення. Якщо родители замечають, що ребінок стал проводити достаточне багато времени у комп'ютера, чому не вияснити ці причини, чому не поміч ребенку. Якщо ребенок плохо учиться, не следует говорити йому в очередной раз, що він двоечник. Ви помогите, надіте репетиторів, посодістуйте, поработайте вместе с ребенком. Пускай этот результат буде дуже маленьким, ну і фактически незначительним, але отметьте, похвалой і одобрення. Для того, щоб стимулировати положительні реакції, щоб виробувався стимул быть лучшим без компьютера. і, скажімо так, зарабатувати ці лайки не в компьютере, а именно в открытом общіні. У пероходному взрослі психика подлітка наибільше уразлива. Тому у зони ризики молоді люди, які востро переживають особисті емоційні узрушення. Особливо подчас конфликта усябрами і родними людьми. Вспомінається один случай, коли ребенок получив учебники, і його племянникам рисували їх, і він гаджет, що мені робити? А мама гаджет, йди повісься. Він пошел і повісься. Тобто, в какой-то миг, коли ребенок готов це совершити, і какое-то неосторожно сказанне слово, оно, конечно, може привести к таким последствиям. Повод для офіційних за минулый год у Гомельській області поспробували самостійно свісти з життя 23 подлітки, п'ятера досягнули мети. Однак трагедии можна було позбегнути. Во всіх випадках децям не хайпіло уваги з боку батьків, підтримки і впевненості, що їх заусюди выслухають і зрозуміють дорослые. Александр Гамоля, Сергій Лукашук, телерадиокампанія Гомель. Гомельське областной отдеління Беларускага фонду Міру падвіло выніки минулого і вызначало планы на гэты год. Разом з активістами організацій выказаць за увагі і пропановы змаглі запрошанне на пленум працтавнікі улады і громадських організацій, які супрацовнішаюць з фондам. Ветераны Велікай Айчынай вайны, воїны-інтернаціоналісты, перасіаленцы з гарачых кропак шмадзетнай сім'ї. Гомельська отдеління імкнецца аказаць і матеріальну патрымку тым, хто пынуся ў складанай сітуацій. А крам'я таго, з нагоды 75-й гадавіны спачатку Велікай Айчынай вайны фонд накераваў 36 тысяч рублёв на реконструкцію і добре упарадкавання меморіальных комплексав і братскіх пахаванняў. Шырокую увядомаць набылі таксама акцыя, якія проводзіць обласное отдеління фонду Міру. Дарогамі спаліных вёсак, дзіця Міру, дорагое слово Мама, міжнародны лагер Крынічка, аналога, ў якому немава ўсёй краіне. Усяго, минулым годзі на Гомешчыні прайшло більш як 100 миротворчых мероприємстваў. Сё літні мэты пратягнуць реалізацію ўснуючых проєктов і закласть підмурок супрацовніства з новими партнерами, які опотрымлюють дзейнасть миротворців. Якщо говорити о міжнародному сотрудничеству, оно у нас очень широко. І ежегодно что-то получається нове. Вот в прошлом году, кроме того, що ми приглашаєм наших друзей з Росії на наше мероприятие і в лагері дружбы, в прошлом году наши миротворці ездили уже Орловську областью лагерь мира і дружбы. Уже завязалась дружба. І в целому наша школа 27-я школа мира імеєць п'ять соглашень з російськими школами мира. На хитим тидні своє професійне свято означали стоматологи. У нашому регіоні працює більш як тисячі процедуніков ГТ-медицинської спеціальності. Якими сучасними технологіями я не володуюць? Хто може користаться льготами на послуги стоматологов? Наш корреспондент Ганна Ковалєва задала голодному позаштатному стоматологу Гомельській області Василю Буриму. Василий Алексеєвич, здравствуйте. Добрый день. Первым делом хочу вас поздравить с прошедшим профессиональным праздником. Пожелайте вам вашим коллегам конечно же крепкого здоровья. Пусть любые проблемы будут вам по зубам. Ну а жизнь дает как можно больше поводов для улыбки. Спасибо большое. Василий Алексеевич, ну расскажите, как вы пришли в эту профессию? Есть у вас своя история? Что касается меня, я пришел совершенно случайно в профессию. Отец мой был в Лесниковом, в Лечевском районе. Я седьмого класса на каникулах помогал родителям в лесу работать. Большая семья была, я самый старший. Как-то было, вот не было такого, что туда хочу, туда хочу. Как-то вот бывает такое. И потом брат двоюродний педагог сказал, иди-ка ты в стоматологию. А что такое стоматология, понятия не имел, ибо никогда зубы не болели. И если вот сегодня вернуться обратно, я понимаю, что правильно был выбран путь, что сегодня это действительно мое. Василий Алексеевич, ну стоматологи, как и любые другие медицинские специалисты, готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Вот расскажите, где в Гомеле, и может быть, в Гомельской области можно получить их помощь круглосуточно? Такая помощь оказывается в филиале номер один Центральной городской стоматологической поликлиники по адресу улица Крестьянская, 21, в обыденные дни с 20.00 до 8.00 утра, а в выходные праздничные дни круглосуточно. В районных учреждениях, при центральных районных больницах, при обращении пациентов с неотложной стоматологической помощью вызываются врачи-стоматологи, которые оказывают стоматологическую помощь. Ну, протезирование, лечение, все это дорогостоящие процедуры, но на некоторые из них есть льготы. Вот поясните, какие категории граждан ими могут воспользоваться? В эту категорию входят инвалиды-участники войны, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства первой и второй группы, воины-афганцы, имеющие ранения во время военных действий, ликвидаторе аварий на Чернобыльской АЭС. Сегодня в стоматологии имеется льгота только на зубопротезирование обычными материалами. А льгота названным категорием она существует один раз в два года. Для этого необходимо иметь удостоверение. Например, в прошлом, в 2016 году льготное зубопротезирование получило 6460 человек в области. Кроме того, если гарантийный срок не вышел, то опять же ремонт зубных протезов производится в данной категории бесплатно. Василий Алексеевич, раз уж заговорили о финансовой стороне вопроса, поговорим о ценах в частных клиниках, они очень сильно иногда разнятся. Скажите, как-то контролируете ценообразование или нет? Ежемесячно определенные позиции проверяются, сверяются и не допускается превышение цен на теми, которые разрешены. Василий Алексеевич, я так понимаю, что более низкие цены в государственных клиниках не говорят о более низком качестве, правильно? Вот расскажите, какие современные методики, технологии освоили гомельские стоматологи? Последние 10 лет стоматология шагнула вперед в освоении и внедрении современных технологий. Мы практически выполняем те же виды работ по стоматологии, что и в Америке, что в Европе. Сегодня очень развита хирургия, которая работает на израильском оборудовании с израильскими материалами. Это операции по имплантологии. Василий Алексеевич, ну вообще, вот насколько охотно сегодня идут в эту сферу, нет ли проблем с кадрами? На сегодняшний день в городе Гомеле врачи-стоматологи не требуются полностью укомплектованные стоматологическое созреждение государственной и не государственной формы собственности. Что ж, спасибо вам большое, что нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Спасибо большое за то, что вы послушали нас. Надеюсь, что мы еще не однажды встретимся. И позвольте мне от имени моего коллектива, старейшего коллектива области, республики поздравить всю стоматологическую общественность замечательным праздником, Безнародным Днем стоматолога. Профессия стоматолога это замечательная профессия. Это и душевное тепло, это и ответственность, это и желание помочь больному. Поэтому всем вам большого здоровья, материального и морального благополучия, вам и вашим семьям процветания и прогресса. Церковый триумф Мазирской арены у Монте-Карла. Новые экспонаты Палаца Румянцевых и Паскевичев, а так само паперовые цуды и гомельские сувениры. Палитра культурного життя на этом тдне была яскравой. Ее полная картина у нашим традиционным оглядом. Артисты студии церкового мастерства арены триумфально выступили на международном юнацком фестивале новое поколение у Монте-Карла. Яны первые из беларусов, кто трапил на самый престижный сусветный форум церкового мастерства. Нашу краину представляли другий год запор и на раз привезли серебряного юниора и специальный приз для датских симпатий. Поспех принес номер канатаходцев. Своими достигнениями на этом тдне поделились и супрацовники музея Палацево-Паркового ансамбля. За минулые два года его фонды пополнились больше 1700 экспонатов. Наибольш значное из них можно убачить на выставе «Новые поступления». У экспозиции коля ста самых цикавых и колоритных артефактов от археологичных знаходок до предметов сучасного мастатства. Еще одна цикавая выстава на этом тдне открылась у областном центре народной творчости. Проект под названием «Паперовые отсуды» демонструет работу у технице вытянанка. Это ажурный узор, который выразится с паперы. У экспозиции работы мастера из народа Юлии Каурус и в Ушне у Гомельского палаца творчости детей и молодых. Даредший теме декоративно-прикладной творчости и рамесництва на этом тдне присвятили специальный семинар. Его удельниками стали мастеры, которые творят сувениры своими руками. Под семинару разглядались особенности выработки регионального сувенира, его брендирования и перспективы развития сувенирной творчости в Гомельской области. Удельникам рассказали и продемонстрировали на практице главные правила, которые необходимо улучшать при выработке туристического сувенира. Это мероприемство стало часткой великой программы первого открытого конкурса «Гомельский сувенир», который сейчас проходит в регионе. Организаторы шукают рамесников и майстров, готовых представить на суд жюри свои работы. Прием заявок протягнется до 25 лютого. Ганна Ковалева, Марина Джалая, телерадио компания «Гомель». Минулый тдень на Гомельщине стал одним из самых холодных за эту зиму. Ночью серады начать вверх по у сходе Гомельской области был установлен селетний морозный температурный рекорд. Самая низкая ночная температура была зафиксована у Василевича Хречицкого района минус 25 градусов. У Гомеля слупок термометра крыху не дотягну до отзнаки у минус 23. Як гомельчане перенесли черговое похолодание и кали пройдя весна высветляла Настасия Кучинская. Индивидуальный предприниматель Оксана Степаненко на свежем поветре працую уже два годы. Ее тяжко напужать любыми умовами на дворе. У морозы под верхним оденем ерши некольки пластов одежи. У сумцы термоз гараж и горбатый. Однако селетний холоду ни яна, ни яя коллеги часом не вытримливают. Вчера, допустим, я не была на работе. Ну, там, на той неделе тоже. Ну, или, допустим, на три часа даже каких-то выходим. Хотя бы к концу, когда уже люди после работы идут. У супрацовника У ДПС у холоды приходится ротовать и технику ее уладальников. Помогаем иногда подтолкнуть, иногда там до заправки надо будет дотянуть автомобиль. Вот эти дни и пару недель назад тогда это часто было. Супрацовники жерваного крыжа организовали некольки пунктов обохреву. Замерзным водителям и пешеходам пропоновали хорошую горбату и теплые пледы. Чай и согреться с дороги, чтобы вам было тепло и ухо. И вот такая вот листовочка еще, как оказывать первую помощь при обморожении и что делать для того, чтобы обморожение не наступило. Эта акция у нас не разовая. Вообще мы оказываем помощь во время сильных морозов по всей Гомельской области. У нас на территории Гомельской области работает 18 пунктов обогрева, которые развернуты на базах районных организаций Красного Креста. На этом тыне с обморожениями в городскую больницу Гомеля звернулись 4 человеки. Усяго за зиму таких потерпелых было 43. Трое пациентов находятся на лечении в ожоговом отделении и из них двое прооперированы. Это пациент с глубокими отморожениями. Одному пациенту ампутированные пальцы на одно и стоп, второму пациенту ампутированные ноги на уровне голени. Более часто оказываются пораженные при воздействии низких температур люди из низких социальных слоев злоупотребляющие спиртными напитками. Кроме того, чувствительным холодовым травмам оказываются дети, старики люди с хроническими заболеваниями. Добаюцца худка и она не придя. Люты в этом году вельми изменливые и худшие за все это было неопошнее похолодание. Настасья Кучинская, Яуген Макеенко, телерадио компания Гомель. Выглядели информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова